уважаемые друзья мы с вами начинаем курс искусственного интеллекта создана специальная страница специальный раздел значит чем мы займемся в первую очередь мы я вам покажу как легко установить на windows на linux все сразу библиотеки мы будем с вами изучать возможность библиотеки numpy numpy библиотека для научных вычислений в ритме школы это будет очень простое обучение вот например курс python я смог написать изучаем язык программирования от а до я python допустим начала полного курса можно посмотреть первые уроки которые всем понятен абсолютно любой человек который проходил курс он начинал начал понимать python справку и грубо говоря двигаться самостоятельно давайте разберемся вот я дальше перечислил покажу но это не занятие сейчас я просто делаю обзор зачем вообще мы это делаем можно конечно было бы сделать следующим образом писать так я не говорю что это плохо ну научным языком до сложным для обычного человека применение метод например эвристика предназначен для прореживания сети применяется для стабилизации функционала таким образом что применить вы знаете ведь ученых людей не так много и скорее всего вот этот текст работы с нейронными сетями он будет понятен ученым их очень малое количество а людей которые занимаются программированием очень много и давайте вот подумаем вот на слух воспринимайте пробегимся по библиотекам скажу сейчас главное я хочу преподнести курс очень простым языком для прикладных примеров для любого абсолютно сайта любых программ которые будут просто после использования библиотек станут умными ваши программы ваши сайты решая вполне нормальные задачи и так первое куда мы окунемся это библиотека numpy ну конечно же библиотека очень мощная для вообще для работы научных вычислений на основании этой библиотеки то есть не на основании а применение этой библиотеки будет идти во всех последующих библиотеках которым будем изучать мы будем изучать библиотеку скипай это функционал это грубо говоря пакет который в себя соединяет другие пакеты ну вот если я запущу этот пример вот что мы увидим сейчас посмотрим вот видите построился график если я запущу четвертый пример у нас идет пакет пандас тоже вот сейчас пандас это пакет для работы с большими массивами не волнуйтесь я сейчас скажу основную суть или пойдем дальше вот у нас применяется нам по ну по им метро лид да то есть библиотека визуализации вот мы построили график это все нужно для сайтов а вот здесь применяемые им метро лид нам по эскилит леран то есть уже три библиотеки и если мы запускаем то видим определенную регрессию плюс отчеты конечно становится вопрос что мы будем изучать и зачем нам это нужно ну во первых начнем мы с четырех библиотек если вы увидели первая библиотека это numpy вторая библиотека скипай метролип и еще библиотека скилит лерн а теперь вот действительно а для чего нужно ну вот воспринимайте на слух если мы возьмем библиотеку numpy она нам поможет просто высчитать все данные при этом у нее есть заготовки грубо говоря классы введя данные мы все остальное получим не парить но вы скажете что а зачем нам научные данные до большинству людей научные данные сто лет не нужны они нужны ученым но ведь давайте подумаем кто-то из вас будет писать магазин возьмем совершенно практичную задачу воспринимать сейчас на слух вот смотрите приходит посетители в магазин и покупает овсяную кашу вместе с овсяной кашей о данные посетители берет там какой-то продукт либо покупает человек йогурт а с йогуртом берет какие-то фрукты да но ведь вы можете проанализировать и про и при помощи пакета пандас делан нас пандас сейчас я найду я просто пример пока воспринимайте на слух при помощи пакета пандас эти данные вывести в виде таблицы и понять и тогда добавить в корзину то есть человек допустим он и в интернете покупает кашу а вместе с этой каши он оказывается берет там кефир значит предложить ему несколько видов кефира то есть вы реально увеличите продажи изучив спрос вы работаете у вас склады в разных городах у вас идет работа при помощи пакетово пандас вы легко создадите табличные данные которые будут живы и которые будут считаться где будет отображаться товар но самое главное что добавив пандас другие библиотеки такие как например метролип вы сможете вывести все это в графиках красиво вы будете четко понимать и соображать второе зачем нам нужно метролип до когда вы будете делать кабинет пользователя вам же интересно что пользователь видел в статистику графически интересно вот скелет леран это вообще интересная вещь библиотеку которым будем проходить опять же для простого человека стоит вопрос который не всегда понимается до машинное обучение вот я жене сказал она фрит ну наверно что-то связано с машинами да нет в данном случае понимается одна из областей искусственного интеллекта обучение сайта обучение программы грубо говоря мы пишем алгоритмы но давайте вот просто зачем нам skillet lerан ну представьте у вас народ на сайте переписывается и допустим вы не хотели бы чтобы люди посылали там например делились ссылками именно между собой да а выкладывали их только публично тогда выпишите программу то есть алгоритм и как только эта программа находит ссылку она показывает ее вам вот здесь в обучении машинам есть понятие обучение с учителем обучение без учителя есть простым языком с учителем это грубо говоря она присылает вам либо на почту либо в пак папку складывают грубо говоря для программа не обрабатывает сама весь процесс а показывает вам вы принимаете решение и считаете там удалить эту ссылку написать предупреждение и без учителя это когда программа самостоятельно на основе каких-то признаков применяет принимает решение например нашла ссылку отправила спам все вы не хотите или например значит вам надо составить алгоритм классификации то есть вы хотите выяснить у вас есть определенные клиенты которые каждый день чего-то покупают и программа начала бы обстрел отслеживать что сегодня купили что завтра купили что послезавтра купили в течение месяца в конце концов вы поставили график после этого при помощи пандас создали таблицу и выявили все потребности вы увеличиваете продажи по сути дела мы будем изучать несколько библиотек то у скелет леран это библиотека машинного обучения это как и говорил машина обучения одна из области областей искусственного интеллекта по сути дела здесь прогулок программы какие есть классы по классификации ну мы сейчас не будем вдаряться в эти подробности будем рассматривать потом то есть я не ставил сейчас задачу обучить я стоял задачу просказать зачем нам это нужно по сути дела без машинного обучения то есть то что делает каждый сайт или программу умный правильно потому что мы вкладываем свои мысли свои идеи которые можно проверить отслеживать и грубо говоря это интересно будет да когда например вот смотрите еще пример если вы видите например что у вас куча товаров и у вас есть постоянные клиенты которые что-то покупают а покупают там например вы видите что один и тот же человек покупает ну например там кашу дата какую-то я тривиально говорю но покупает регулярно выяснив это именно этому человеку если вы можете дать личную скидку ему будет приятно а потом по скидке добавить еще каких-то товаров то есть по сути дела вас возможности здесь безграничны сейчас я я хотел вам рассказать что я покажу сейчас в уроках первых как установить большое количество библиотек чтобы эти все библиотеки были все работали потому что например если мы будем работать и дальше продолжать со средой разработки пачаром если попытаться пачаром установить ту же пандос то а то из скипай то не получится она просто не становится но мы найдем способ я покажу что будет работать все библиотеки будете все использовать потому что вот я специально подготовил несколько слайдов то есть в данном случае мы просто выводили значит некий текст во втором случае еще раз повторяюсь мы просто работали с тумпой здесь мы видим что у нас вывелась таблица да пока она нам не нужна грубо говоря массив вывелся пока для нас эта информация не ничем каким-то не обладает вещью я просто говорю что у вас это все будет работать а простоту мы применим потом мы видим что в примере 3 мы используем нумпай скипай метролип то есть грубо говоря мы высчитываем используем более широкое применение скипай гру если так сказать это также является настройка на одну нумпай но которая старается быть очень человекоподобный очень простой очень легко читаемый вот для нас простых людей то есть построить какую-то вещь подключить туда метролип и все прочее это без проблем и в случае 3 как мы видим мы в конце концов получаем график использовал три библиотеки случае 4 мы используем пандас нумпай да то есть вот тут у нас р рейл роу массив то есть и мы получаем вот при помощи пандас то есть пронармировали от 1 до 7 числа да но на самом деле это опять же самый простой пример а это может быть таблица очень удобно и человека читаемая это может быть выщет товара на складе это может быть перемещение все что угодно может быть вопрос о том что это применимо абсолютно к любому проекту в следующем пятом при примере у нас используется одном по им метролип вот и тут у нас будет уже график просто да и в шестом примере мы используем метролип нумпай скелет леран но это уже более сложные вещи это уже целая регрессия понятно что вы скажете что мне эти графики не нужны да сейчас и не надо понимать я вам сказал что мы начнем изучать человеческим языком и сначала просто я хотел сейчас сказать что смотрите эти библиотеки работают вместе ребят они работают вместе все они устроены по одному и тому же принципу по сути дела все делается банально просто принцип их работа очень прост зная python просто грубо говоря наша задача как мы будем разбираться с библиотеками все очень просто вот у нас будет определенный класс класс фиф мы будем знать что в данном случае класс физ фиф делает следующее там смотрит какие сапоги у кота отлично зная это предназначение класса мы просто напросто начинаем его использовать уже согласно нашей задачи если у нас есть пять котов то понятно что применив класс сиф нам выдаст что у этого кота серые сапоги у этого зеленые у этого синие вот и все то есть принцип такой что заготовки все есть ну вот это утрированно это как код сапогах после сейчас смотрел мой фильм вспомнил в детстве этот мультфильм любил код в сапогах поэтому и пришел пример по сути дела мы приступаем к той области программирования python которая востребована которая нужна каждому сайту которая очень высоко оплачивается которая называется машинное обучение это область еще раз повторяю искусственного интеллекта начнем как я сказал с четырех библиотек обучение будет на сайте спб тире тут точка ру а и раздел значит есть свой кабинет то есть это уже будет второй кабинет на портале 1 джанга далее вы сможете эти знания применять на своих сайтах в программах где угодно грубо говоря ваши сайты и программы начнут быть умными и решать многие вопросы которые вы вам нужны по потребности решать самостоятельно то есть вложив код считаете вы вкладываете идею мысль и ваш сайт начинает уже решать отвечать на вопросы при помощи этих вещей можно написать абсолютно любого робота когда вы мы изучим вот эти четыре библиотеки дальше вас понесет кому-то надо будет нтл нтлк это библиотека допустим работы с языком она также работает по принципу на классах на самом деле продукта очень много но четыре вот этих они основные то есть по сути дела покрывают все области грубо говоря при помощи numpy мы можем высчитать все что угодно библиотеки numpy при помощи библиотеки скипай мы можем виски пай вообще в себя включает как я говорил имеет настройку numpy делает делает это человек понятным языком при помощи скипай мы можем написать любой код либо скипай также включает себя другие пакеты скипай это пакет который включает другие пакеты например пакет метро лип грубо говоря скипай вот этот пакет то есть при помощи скипай посчитали при помощи метро лип мы просто отобразили график такая вещь как где у нас такая вещь как пандас нам поможет решить вопросу решить то есть вопрос с как это правильно сказать сейчас с работ когда мы работаем с большими объемами данных собрать это данные эти данные в таблицы пречи при этом эти таблицы будут живые то есть мы можем все понимаете настолько вот что мы придумаем то и будет решаться это будет сеть магазинов либо это у вас будет программа где просто на проанализировать количество слов либо надо отправить узнать количество что колеса чего-то будет показывать и при меньше этого количества будет автоматически отправлять выписывать накладную там на то что добавить из товары все что угодно грубо говоря пандас нам поможет работать с большими объемами данных состав выражать их в простых таблицах но самое интересное что для этого есть достаточно мощные алгоритмы то есть у вас весь этот подсчет и построение будет несколькими строчками кода ну и skillet леран это библиотека которая сделает наши сайты умными то есть согласно наших замыслов наши сайты начнут в отлива в соответствии с действиями пользователя принимать решения давать пользователю деревья решений все что угодно в общем это будет уже искусственный интеллект большой он будет небольшой сложный несложный это будет зависит только от вас но опять же тоже skillet леран я даже не лезу там сейчас нейронные сети дает возможность все что угодно решить для простого сайта на поддерживать все направления и там можно классифицировать по типам в общем по чем хочешь там там практически ничего что дальше вот когда мы изучим 4 библиотеки кому надо тут уже уйдет в нейронные сети это следующий этап тех кто занимается научной деятельностью только начал изучать язык программирования для того это облегчит работу с научными данными потому что тоже нумпай она высчитывает все что угодно хоть количество и скорость там нейрона не ирина все что угодно все что угодно говорю это очень мощная библиотека ну а для нас с вами обычных людей и будет обучение простым языком мы будем с вами решать и на это я нацелен обычные задачи которые нужны для каждого сайта чтобы сделать сайт интереснее или программу чтобы заложить в программу при помощи этих вещей снять кучу вопросов пользователей снять кучу задач чтобы наш сайт стали умными пользователю интересно когда сайт начинает принимать решения показывать то есть варианты и все это будет зависеть от вас ну и конечно же используем библиотеку такие как метр лип я знаю еще семь библиотек которые написаны мы с ними познакомимся на основе метр лип как бы дополняют какие-то недостающие вещи это к интересно будет на сайтах чтобы отображались какие-то данные графики строились и для отчетов в общем все это нужно я надеюсь что у меня получилось рассказать изучайте python найти обучение очень просто spb-tut.ru не вопрос если вы не знаете python то при оплате нажимая получить логин и пароль у вас будет и доступ к сайту изучение python с нуля скипай неправильно писал но ничего сейчас перепишу успехов